С воинами, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, попрощались в тех населенных пунктах, где они проживали, в Татарске и Кочневке. В родном селе Артема Осипова прощание состоялось на Центральной площади. Спасибо родителям, что воспитали такого сына. Конечно, мы надеемся, что те события, которые происходят сегодня на Украине, они закончатся благополучно. Артем закончил Кочневскую школу в 2011 году, увлекался спортом и в Куйбышевском педколледже получил профессию тренера. А позже выбрал стезю военного и подписал контракт на службу в спецназе ГРУ. Артем Осипов принимал участие в боевых действиях на территории Сирии, где был награжден Орденом за боевые действия. Погиб в апреле, исполняя свой воинский долг на территории Украины. Со Святославом Миньковым простились в районном ДК. Слава, как его звали родные и близкие, учился в школе номер два, а потом в Татарском педагогическом колледже. Все свободное время он посвящал футболу и неоднократно играл за сборную района. После окончания срочной службы в Хабаровске он продолжил служить по контракту. Мы воспитали достойного сына, достойного человека, который с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, до конца был верен присяге и отечеству. Святослав достоин высокой правительственной награды Ордена Мужества, награжден которым посмертно. Свой жизненный путь Святослав Владимирович Миньков закончил с честью, исполняя воинский долг.